Мы сейчас опять возвращаемся к главам противопоставления и, значит, немного сосуществования Ишмойла Ицкака. Я хочу коснуться несколько вещей, если я что-то в чем-то не прав, поправьте меня на то, что я помню, знаю. Попросту говоря, Ишмаэль проявился на арене мировой истории с возникновением ислама. Это были племена Саудовской Аравии. Это было примерно 1500 лет тому назад. И тогда потомки Ишмаэла превратились в короткое время в большую сильную империю, которая захватила всю Северную Африку, Испанию, часть Европы. И более того, даже известный вопрос, почему четвертое царство, которое упоминается в Даниэле, это грим, почему не Ишмаэль? Более того, и Бенеда считает, что действительно четвертое царство упоминается в Даниэле, это имеется в виду царство Ишмаэля. Ну, если немножко вдуматься в эти вещи, то в наших главах, когда мы читали и читаем, ясно написано источник величия Ишмаэля, я говорю, что не про Саву Ишмаэля, он был известным нашим пророком. А потом, я не имею в виду, что Ишмаэля имеется в виду, нет, я оговорился, а величия потомков Ишмаэля. Это действительно великое царство. Его источник был, что он считает в наших главах? Его источник в том, что в просьбе Авраама к Всевышнему, чтобы Ишмаэль был перед ним, перед Всевышним, с верой и с богобоязненностью. И, кстати говоря, это молитвом, что говоря, кто же за личный Ишмаэля, там сказано в нашей главе, что он сделал от чего. Когда хоронили Авраама, то он попустил перед собой Исхака, как он понимал, что главный, хотел младше него. Пляньте порядок наших стихов в нашей главе, что сказано, что похоронили Исхак, Ишмаэль. Почему мы спрашивали? Потому что Ишмаэль пустила перед собой, и все равно видно, что Ишмаэль сам лично сделал чего. Но как появляется в мировой истории чего Ишмаэля? Есть большое правило, деяние отцов – это знак для сыновей. Об этом есть известные слова Рамбама, что вера Ишмаэля в ней нет недостатка. Вера в единственность Творца, в этом они в порядке. А тоже это было много, я точно не могу посчитать сейчас, но это было тысячи с чем-то лет, тысячи пятьсот, может, лет после, может, даже больше тысячи пятьсот лет, чем приятелых в наших главах событий. Есть еще одно замечание, которое вам сейчас коснуться сегодня. Есть у нас в предыдущей главе такое интересное выражение. Вегуи епереодом, он будет диким человеком. Едобаколь. Буквально, едобаколь, пишет раньше, чтобы был грабитель. И более того, как известно, Коран запрещает воровство, а тому, кто его нарушает, отрубают руку. Этот запрет Корана совершенно не мешает арабам воровать. Они делают это столько хорошо, что я всегда говорю, что надо было слишком благодарить, что они так способны в воровстве, а не в убийстве. А Коран им не мешает. В общем, просто. А Тора определила, кто они. Едобаколь. Как они, может быть, сказанное в Торе. Однако, есть еще одна вещь. Яд колбо. Что такое яд колбо? Дальше объясняют, а колсон ему, то все его ненавидят. И задираются с ним, скажем. Медгаримба задираются с ним. Есть в Ункулусе, есть и циргум. Он говорит, что что такое яд колбо? Он переводит так. Он будет мутабутовщиком. Он будет держаться во всех. И там продолжает дальше. Переводя, объясняя слова. Яд колбо. И руки всех в нем. И все человечество будет нуждаться в нем. Когда это человечество нуждалось в Ишмаэле? Когда? Сколько когда? Когда у них появилась нужда в нефти? Не то, что Ишмуль тролевал нефтью, это же приводит Раши, что когда продали Иосифа, его взяли в Египет Ишмаэлим, то обычно Ишмаэлим, пишет Раши, выведут с собой нефть. А тут они везде пряности все вещи это устроили для всех. Но никогда эта нефть не была настолько важной, чтобы все были в нем нуждались. В России хватало дров. И в Европе тоже. И угля. Только когда появилась необходимость в горючем, так как и сейчас. Сейчас, действительно, если оставить мир без арабской нефти, то не знаю, что будет. То есть мы видим, что тоже сказано здесь, как так Таргум. Таргум был составлен это опять же говорят, что Таргум Аункулуса он был это передан как Тарас из горы Синай без объяснения без письменной Торы по полученному из горы Синай. Ункулус получил Тору от Абелезера от Абешуа. Тор нам говорит, что все человечество будет нуждаться в Ешмоле. Когда это исполнилось последние 100 лет. они 100 лет. Это вещь просто протектов для внимания. Идемте дальше. Мы упомянули противопостояние Ешмоле Ицхака. Сара праведная мать Сара видит Ешмоле слово Мецахек. Мецахек это слово смех. Это такое слово, которое часто используется как синоним разбрата, синоним кровопролитие и синоним Еглопоклонства. Почему это так? Это сейчас не совсем наша тема. И вот Сара видит Ешмоле Мецахек. Смеется, смеется. Есть тут разногласия нашим присутствующим, что Риана Сара видит. Раббан в этом месте говорит, что он стрелял стрелы в сторону Исхака. Я что? Я играю. Я играю. В чем бы смысл этих стрел? Он противостоял Исхаку. Он хотел унаследовать Авраама. И поэтому Сара сказал, что он не унаследуется Исхаком. Ишмайлид был изгнан вместе с его мамой Агари. Давайте подумаем еще одну вещь. Когда реально было противостояние евреев и ишмайлид подошли ненаследие Авраама. Это началось только с Корана. Реально. Когда они претендовали, что они являются истинными потомками Авраама и что в Маратамах была похоронен не Исхака и Ишмайль. Из-за что арабы не пускали евреев в Маратах была сотни-сотни лет. То, что Авраам приобрел, чтобы похоронить цару, это председовали потомки Ишмаэля, что там похоронен не Исхака и Ишмаэля. Более того, есть теория, что жертву приносили не Исхака и Ишмаэля. То есть это все фальсификация мировой истории, чтобы унаследовать Авраама. Кстати говоря, если немножко обосить это внимание, то, что не понимают многие люди, как все, что сегодня выделывают Ишмаэлиты, это все основано на лжи. Все основано на лжи. Это тоже началось не сегодня. И реально это противостояние, как сегодня, противостояние направо на Святую Землю, это истинное наследие. Есть духовное наследие Авраама, и есть духовное и материальное. Святая Земля это то и другое месте. Это противопоставление себя и претензия на Святую Землю. Это все продолжение той темы, что Ишмойла я бросал стрелы, чтобы унаследовать Авраама, а не Ицхак. То есть в большом счете то, что мы здесь видим, великое правило, говорят наши бодрецы, маис обус деяние отцов это знак босыновей. И тут есть одна еще очень принципиальная вещь, она касается нас, очень касается нас. предыдущей недельной главе Лехлиха там вышло обрезание Авраама и Ишмаяла. В нашей главе есть обрезание Ицхака. Обрезание Ицхака это было первым обрезанием сделано как положено на восьмой день. Первым. И есть известная книга Зоа, которая говорит, что в силу обрезания Ишмэля получили святую землю на время, когда она пустая, после изгнания нашего, после римского изгнания, изгнания дома. То есть это то, что Ишмэль утверждал, что он согласился, чтобы обрезать 13 лет, это заслуга, которая ему зачитывается. И в силу этого Ишмэль действительно получил право на святую землю на время, когда она пустая от евреев. Однако, так как брить его, забьет его обрезание, он был пустой. и у него не было продолжения, и у него не было развития. То есть Аврааму сказано, чтобы он был брит, и чтобы он стал томим, цельным. То есть я уверяю вас на 100%, что обрезание Ишмэля не сделало его цельным. И более того, мы говорим на брите после Всевышнего, благословляем этим отца. Ишмэль нехнастый брит, как он приобщился к завету обрезания, как и конец тойру хупор маисим тойру. То есть брит является началом началом еврейской жизни. С брита начинается обрезание, начинается Тора, начинается добрые дела, начинается садисты бритской семьи. Все начинается с брит, с обрезания. То есть брит, милан у нашего народа это начало продолжения. А начало изучения Тора, известного от спонсора Бекквегера, Тора, если мальчик сирота, то кто должен держать за колени как сандок, не представитель Бейдена, суда, на город детственного забрезания, от дедушка по папиной линии, так как на нем лежит обязанность обучать внука Торе. Так как брит, это начало изучения Тора, поэтому кто-то будет обязан заниматься с ним Торой, дедушка по папиной линии, и он имеет отношение больше к обрезанию. Обрезание его смысл это начало, вход в изучение Тора. И вот мы противостоим Ишмаэлю, Святой Земле, Ишмаэль претендует, что Земля вся его. Всех разговорочных, которые признают какие-то границы, это все бред. это все их очередной обман. Понимаете, кто-то сказал Равалюшему, что они претендует только на Храмовую гору. Он сказал, нет, они претендует на Тореве тоже. Нет просто Храмовой горы. Но есть одна проблема здесь. Если мы не противостоим Ишмаэлю со всей силой завета обрезания Тора и всего связанного с получением Тора нашим народом, то реально то, что им было дело велено, они обрезали своих детей сегодня. Да, это пустой такой бритвила, нет ценности какой-то. Но то, что есть сегодня, у нас это в каком-то мере хуже, не дай Бог. Это большая проблема. Есть вдуматься в эти вещи, когда началось нерелигиозное заселение Святой Земли, то есть левый, не только левый, правый тоже, сейчас не важно. Нерелигиозное здесь, то есть когда смысл был построить здесь новую Швейцарию, как хотел этого Херцер. Мы хотели здесь светское еврейское государство. Эти вещи, конечно, совместимы, нет светского еврейского государства. И светское государство живут евреи по крови, но это не еврейское государство. Чтобы вдуматься в эти вещи, то сама эта идея, она обычно на провал, так как в Святой Земле. Если мы приходим без завета со Всевышним, у нас нет возможности на землю претендовать. И было интересно такое выражение, что когда Бен-Гурион отставил права еврейского народа в ООН, он всем прижал в ООН с Танахом и всем рассказывал, что в Танахе приводится права на нашу народу на эту землю. Он прижал обратно в Росесрое размахивал капиталом Маркса. И когда сказал Равляу Рипс исторический факт, что когда он был как-то в Нью-Йорке в ООН, ему сказал представитель Судовской Аравии почему ты размахиваешь вырванной из Танаха страницей. Это не просто слова Ишмоэля, это слова ангела-хранителя Ишмоэля. Поэтому реально нерелигиозный сионизм он изначально заложил снова саморазрушение, что отдалив себя и часть нашего народа от Торы, тем самым укрепили связь Ишмоэля со святой землей. Поэтому по большому счету если уже говорить о том, что мы можем противоставить Ишмоэлю, если говоря о нашей отношении с Ираном, Персией, пишет Морал, что Персия это тоже часть Ишмоэля. А Большой Пирот называл прочистом Морала, что Персия это часть Ишмоэля. Очень интересная вещь. Что можно противоставить? Только одна вещь. Когда мы укрепляем цельный брит нашего народа со Всевышним, это брит Мила, это соблюдение святости нашего народа, отдаление от разврата смешанных браков, просто разврата без бракных браков, это есть хранение завета обрезания. Когда наши силы они хранятся для праведной еврейской семьи, а не для чего-то другого. Это Тора, которую надо изучать. Поэтому просто обратили внимание, что происходит. Сейчас пришло власти правительства, которое делает все, чтобы подорвать то, что дает нам по-настоящему силу спрятую землю. И добавлю еще одну вещь. Это уже касается не только нерелигиозных. есть старая дискуссия, которая изначально имела силу и место, изначально этого не имеет. мы сейчас находимся. Уже началась Шната Шмита в седьмой год, уже из-за Кондра обязаны исполнять. Есть была проблема когда-то, когда было очень тяжело поселение на Святой Земле создать Шмиту. Это было граничено с голодом и опасностью для жизни. И ради этого были мудрецы и в такой ситуации необходимо разрешить продажу земли арабам тем, что временем не работали, а работали именно арабы, чтобы спасти этих поселенцев. Ну и тогда большая часть народов мудрецов второго земли была против этого. Сейчас об этом лишнее идет. Происходит такая ситуация, когда, слава Богу, сейчас более, все более и более широкие круги религиозные, даже просто традиционные убеждаются в важности и необходимости соблюдения Святого года. Это уже не стало уделом только преданного Торе населения Израиля. Однако есть одна еще практика, когда продают большую часть Святой Земли арабам. Если эта продажа не имеет силы вообще, скажите так, оно и есть. Это полбеды. Так как если она не имеет силы, так она не продаем, а если надо иметь силу. И тут есть удивительная вещь. Мы пришли на Святую Землю восстановить святую жизнь народа Израиля на этой земле, жить испарения заповедей, жить ожидания прихода Мащеха, изучения Торы, происходит интересная вещь, больная вещь. Якобы ради населения Святой Земли решается Святая Земля Святости подается рабов. Не важно рабов то же самое подали американцами, немцами, русскими, это еще не важно кому. И это та принципиальная вещь, которую, насколько я знаю, руководила Хазунышем в отношении к продаже Святой Шмиты. Именно тема седьмого года, так называемого субботнего года, вопрос, что мы делаем в Святой Земле. Мы укрепляем наш брит со Всевышним или мы оскверняем Святую Землю, лишаем святости и так активнее жить. Это наш выбор сегодня. Если мы обращаемся в Святую Землю, в Святую Землю, мы там заводимся, что учили Тору, мы строим здесь Ишево отколили, помогая обучающему Тору финансово всеми способами, то мы укрепляем связь нашу с этой землей, когда есть на своей земле завет Торы, нам не страшен шмейр. Однако и здесь у нас другая, когда отдают деньги, которые были раньше жили на учении Торы, другие, подрываются учения Торы, подается Святая Земля, чтобы не соблюдали Шмидту, подрываются права на Святой Земле. Это то, что нам надо хорошо понимать, и хотя мы не всегда имеем силу, чтобы изменить то, что происходит вокруг нас, необходимо для нас самих укрепить учения Торы и молиться, чтобы он укрепился весь род Израилем. Это наше истинное противостояние Ишмаэлю. Всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...